Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на моём канале. Мой канал называется Таня из Англии. Сегодня вновь хочу ответить на один из вопросов. Даже не вопросов, а это было утверждение в мой адрес про зарплаты Великобритании. Смотрите, что написал мне один человек. Почему вы говорите неправду? В Англии большие зарплаты. Не надо врать и никого обманывать. Вот такой был комментарий. Это под видео, где я рассказывала, какая минимальная зарплата Великобритании. Значит, в 2024 году минимальная зарплата составляет 11 фунтов 44 пи, английских пи. Я честно вам скажу, я никогда никого не обманывала. Но если вы мне не верите, потому что я всегда просто вот говорила, я читала эту информацию на официальном сайте и говорила вам об этом. Но никогда мы с вами вместе не заходили на этот официальный сайт и не смотрели. Но раз вы мне не верите, но я не говорю про всех, я конкретно про этого человека, давайте вместе откроем официальный сайт Великобритании.gov.uk и посмотрим, какая минимальная зарплата в Великобритании на 2024 год. Здесь бывает повышение именно с апреля месяца. Переворачиваем вместе камеру. Вот так выглядит официальный сайт gov.uk. Окей, сейчас вместе зайдем с вами и посмотрим минимальная зарплата. Значит, детали с 1 апреля 2024 года. И вот мы видим 11.44. Если, например, вам больше 21 года, да? Если меньше, от 18 до 20, 8.60 на час. Если 16, 17, 6.40, ну и так далее. Видите, получается, что еще до 21 года даже и меньше зарплаты 8.60 и 6.40. А после 21 года уже зарплата 11.44 и выше на 1.02 фунта. Так что вот все можно проверить на официальном сайте. Вы сами все видели. Официальный сайт 11.44.2024 год. Поэтому, ну, мне нет смысла никого обманывать. Потому что если я буду обманывать или преувеличивать, или преуменьшать, то я просто потеряю своих зрителей. И еще такой момент. Но отчасти, конечно, вы правы. Есть очень большие зарплаты в Великобритании. Но именно в том видео, во-первых, я говорила, как я уже сказала, про минимальную зарплату. Дальше я говорила, сколько сейчас получают на моей фабрике. Они получают не минимальную, а 12 фунтов, по-моему, 18 пи. Сейчас я немножко забыла, почему, потому что я не работаю. Ну, было больше минимальной зарплаты, где-то почти на 1 доллар. Нет, чуть меньше на 1 доллара, да. А также я сказала о том, что мой муж получает. И на самом деле, вот на сегодняшний момент, мой муж получает 15 фунтов за 1 час. Вот. Ну, конечно, я не говорю о том, что это большая зарплата. Я говорю просто честно, сколько зарабатывает мой муж и какая минимальная зарплата. Если бы я сейчас работала на фабрике, я бы сказала, какая у меня зарплата на моей фабрике. Вот. И под этим комментарием ещё тоже ответили несколько людей. Хочу сейчас вот просто тоже перевернуть камеру. Именно что люди говорят, какие зарплаты у них. Чтобы не было только с моей стороны, да, вот какую зарплату мой муж получает. А именно, что люди пишут и какие у них зарплаты. Давайте тоже вместе посмотрим эти комментарии. Ну, вот покажу вам этот комментарий, где мне сказали о том, что я говорю неправду. И посмотрите, как люди отвечают, какие зарплаты в Великобритании. Вот женщина пишет. Мы с мужем получаем очень разные суммы. Я в час получаю 14 фунтов. Вот, например, у меня муж 15 фунтов, она 14. А он муж за один день работы 700 фунтов. Вы представляете? Работает 6-7 часов в день. Но платит именно за день. Он бизнес-консультант. С очень хорошим образованием. Британец. А я офисный работник. У меня образование тоже хорошее. Но я работаю парт-тайм. И карьера не озабочена. Так как ребенок школьник, которому нужно посвящать время. Всем хорошей работы и высокой зарплаты. Да, конечно, есть зарплаты. Смотрите, 700 фунтов в день. У меня вот муж, например, получает около 500 фунтов в неделю. А это за день. Зарплаты разные. Но вот она получает 14 фунтов. Хотя у нее хорошее образование. А у моего мужа нет образования. 15 фунтов. Вот. И сейчас еще один комментарий покажу. А вот другой комментарий. Женщина пишет. Ну, или девушка молодая. Всем привет. Я живу в Лондоне. Но, правда, этот комментарий был один год назад. Извиняюсь. Ну, вот тогда зарплата чуть меньше была. Работаю. Это такой магазин. И зарплата у меня 9,75. Даже не минимальная. Вы представляете? Вот такие разные зарплаты. Никого не обманываю. Говорю правду. Это вот пишут сами люди. 9,75. Если мой муж и в прошлом году 15 получал. И сказали, что зарплаты намного выше в Англии. А Англии, то, видите, люди некоторые даже 9,75. И при этом в Лондоне. А там, знаете, какие цены? Ого-го. Там и жилье дорогое, и проезд. Это не наш город. У нас город не такой большой. Вот. Вам конкретные примеры показываю. Вот. В этих комментариях ясно, что у кого-то маленькая зарплата. У кого-то очень большая зарплата. Но, знаете, это в любой стране мира. Кто-то получает больше. Кто-то получает меньше. У кого-то очень хорошее образование. Кто-то, как мы, иммигрант. Вот. Поэтому. Но на сегодняшний момент я дома. И поэтому я вообще ничего не получаю. Я единственное, я получаю только детское пособие 102 фунта в месяц. Всё. Больше я ничего не получаю. Вот именно эти деньги. Поэтому я вам всё показала. Ну, зачем мне обманывать? Ну, может быть, у кого-то ещё есть выше зарплаты. И я за этих людей действительно очень искренне рада. Но, знаете, здесь такая вот ситуация вот в Великобритании. Если ты очень много получаешь, очень большой доход у тебя, да, то у тебя и налог тоже очень высокий. Поэтому слишком большие зарплаты. Но, может быть, порой тоже не совсем выгодно. Ну, не то, что не выгодно. Ты очень львиную долю отдаёшь государству в виде налога. Вот. Поэтому, дорогие мои, вот такая зарплата. Конечно, у меня часто пишут комментарии, вам нужно стремиться знать хорошо. Ну, если вы будете знать хорошо язык, вы можете поменять работу. Зарплата ваша будет выше и лучше. Конечно, я на 100% с вами согласна. Но не всё так просто. Сейчас ситуация такая, что немножко сложно с работой в Великобритании. И, ну, сложнее, по крайней мере, стало. И люди даже с прекрасным английским порой не могут найти работы, я вам честно говорю. И даже вот на нашей фабрике, где почти минимальная зарплата, я смотрю, даже приходят англичане и работают. Значит, у них нет работы. Раньше это считалось фабрикой для иммигрантов, для тех, у кого нет английского языка. А сейчас даже англичане работают. И просто они работают рабочими вместе с иммигрантами. Но такова жизнь. И здесь, вот что мне нравится в Англии, то есть нет такого, что люди не смотрят на вот этот статус, что у тебя там такое образование, или ты там-то работаешь на такой-то профессии. Но, может быть, есть это, конечно, где-то в голове. Но в целом люди как-то с уважением относятся к любой специальности и к любой профессии. Если человек, может быть, работает где-то в офисе, или, например, человек где-то на фабрике работает, то, как правило, относятся с уважением ко всем людям. Дорогие мои, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои комментарии по поводу того, что написал мне этот человек. И сейчас такое время, никого не обманешь. Открыл интернет и всё проверил. И вместе с вами мы проверивали. Дорогие мои, я, конечно, хочу, чтобы моя репутация была чистая, я не хочу никого обмануть. Я стараюсь всегда говорить правду. Иногда я говорю, например, своё мнение. Тогда, да, может быть, я могу ошибаться. И часто я в конце говорю, это моё мнение. Может быть, я ошибаюсь, вы можете меня исправить. Но здесь это не моё мнение, это конкретные факты на государственном, извините, сайте GoFuki Великобритании. Всё. Дорогие, спасибо, что посмотрели ещё раз. Всем пока-пока, вновь увидимся в следующем видео.